приветствую вас танкисты на своем игровом канале а с вами снова саша джиггернаут и сегодня мы играем на втором сервере на карте forest режим ктф то есть ну на 15 минут на флажки играя в сочетании викинга рикошет м4 вот в краске изумруд конечно как мне кажется неудачная краска потому что тут громов я пока еще не обнаружил тут в основном рельки и зиды фризики вот и жигу я еще один раз встретил так ладно аптечку брать не будем вот там вражеский флагонос ага да ребята тут очень много жиг поэтому думаю мы все-таки потом переоденемся в зевса вот чтобы ну хоть как-то быть актуальным в этом битве мы играем в меньшинстве и при всем при этом выигрываем счет 1-0 за нас но думаю сейчас это все исправится потому что но не может такого быть что когда команда играет в меньшинстве они проигрывают так вот давай сейчас по зажигалочки немножечко рикошетиков подаем вот она по нам все-таки пыталась что-то дать вот нас фриз остудил и ну у нас почти полный хп так вот как я и говорил вот флаг доставили так вот и зидко так сейчас посмотрим смогу ли я с ней бодаться да ребята я смог но жизнь у меня осталось ну очень мало то есть не для как бы не для атаки то есть ну пожигу немножечком покоцали давайте сейчас мы переоденемся оденем другую красочку сочетание оставим такой же знаете оденем зевс чтобы хоть против зажигалок иметь кое-какую защиту чтобы ну не быть как в тот раз пол битвы когда я играл на полигоне вот у меня там ну очень плохо получилось что я был в той краски которые вообще даже нету в команде противника то есть я был в прадежке вот а прадежка там по сути ни от чего не защищал но сейчас мы исправились по быстренькому на первых минутах битвы переоделись так а вот у нас уже увозят флаг наш и наш и вражеский может и хотят сказать так давай сейчас дэшку подним не бери не бери пожалуйста дэшку все молодец молод меня понял с полуслова так ну давай сейчас поддадим и зиди то есть ожиги нас бьют как бы ну мы на них стараемся не обращать внимание потому что у нас максимальный резист от зажигалок вот а наша главная цель сейчас изида будет все в общем то мы ее размотали вернули флажок так ну и все как бы ждем уже действия наших союзников что они будут делать вернут они флаг или нет то есть доставят точнее вернуть то мы вернули вот она доставка уже будет зависеть от членов другой команды о сейчас знаете сейчас даже в меньшинстве играет вражеская команда то есть за нас понабежал народу в основном три человека моих друзей вот ну и как бы сейчас думаю исход будет немножечко другой а вот у нас смотрите релька вот мы избили прицел сейчас знаете тактически правильно будет убить изначально езиду но так как у нас сейчас рельса будет по нам давать очень огромный урон ну ладно по езидке мы все равно немножечко постреляли вот она рель когда релька она будет там с полными жизнями ну плюс то что она нарит да вот будет сложный соперник так у нас тут стоит а мамонта езида в краске пикассо или пикассо куда я не знаю правильно ударение ставить вот в общем она мне кажется будет или не будет разматывать ну просто так мне кажется паренек оделся мне кажется он по-любому пойдет переоденется так вот и езида на нас мину поставила сейчас бы если бы под ней проехали было бы очень пищенько то есть мы бы ее даже смогли перевернуть но так как у нас езида прошаренная она поставила нам минку так вот с этой жигой лучше не бодаться потому что у ней от меня есть защита максимальная причем вот а поэтому лучше вот так вот чуть-чуть по ней пострелять и оставаться в стороне при всем при этом ага вот смотрите сейчас с флажком у нас езида есть есть возможность у нас размотать ой-ой-ой-ой тут три езида знаете тут тут уже не сколько зажигалок сколько езид уже так ну давай братишка фриз нет 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 все таки с тремя езидами очень-очень сложно бороться может может актуально было бы ирбис одеть у ирбиса же есть защита от ой-ой-ой возвратил флаг сейчас доставим да не лучшая для нас тактика сейчас это идет так ну тут жига от жиги мы убежим хотя а вот тут у нас и зитка лечит так давай час а южи так ну ладно пока мы их оставим с их ними с их ними отношениями у ю ю ю ю ю ю ю ю сейчас сейчас бы зитку так жига нет 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 обдурим немножечко жигу вот 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 правильно что сделал что сюда поехал сейчас меня пусть чуть-чуть так подлечит жига но и шика что я говорю о игроме громе гром-к гром это опасно у меня от него защиты нету так все в даре ли мы по гром у ي еще и жига так 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 главное знаете в таких случаях легкие танки лучше переворачивать то есть не можешь убить просто переверни так давайте сейчас подождем пока меня под лекают у ее там сзади еще и жига на двойных так но оттуда надо убегать то есть на рожан лучше не лезть тем более когда у вас есть флаг лучше уехать то есть серьезно это мне кажется лучшая тактика будет так жига не дам я тебе все не дала ей дашечку так вот о релька смотрите как нарит смотрите как на ну давай давай вылазь власина сейчас я по тебе вот все убили мои у ю ю ю кто жига 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 бежать 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 надо срочно вы размотали уйти нет нет не успеет не успеет мои союзники тем более с разных сторон были и молоты и громы по мне стреляли ну думаю еще раз будет доставка за вражескую команду а хотя нет смотрите-ка вот-вот изида взяла вражеский флаг ой-ой там молоток и он еще и нарит так ну давайте-ка пушечным мясом пойдем постараемся по нему парикошетить немножечко так изида все-таки зря туда поехала и и сейчас могут с одного удара разнести там еще и жига будет возврат да ребята возврат те я немножечко вангую исход битвы ну то есть исход тактики которую мы выбрали на данный момент у смотрите-ка опять мы взяли вражеский флаг и казалось бы не все так плохо то есть каточка идет плотно мы а я мы играем в меньшинстве тем более ну слушайте жалко все доставили флаг на общем то что и стоило ожидать сейчас давайте-ка попробуем обдурить всю их команду так ну ой тут две жиги две жиги так ну ладно титан нас не догонит так но от изида уже это плохо это уже плохо это наша тактика не сработала так ну ладно как мы бегать переодеваться не будем то есть другое сочетание какое-то вот останемся при своем мнении при своем корпусе ну красочки думаю мы будем по ходу битвы менять все таки потому что соперник тоже не дремлет постоянно переодевается вот и как бы надо подстраиваться под соперник уже уже ой смотрите смотрите сколько сколько из зит сколько зажигалок знаете туда туда лучше не суваться там опасно так вот у нас корр хантера орелька хотел сказать хоре релька ну просто хоре релька это же известная такое сочетание вот она постоянно на слуху поэтому я вам так и сказал так 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 надо спасать так братан о у него и нара есть хорошо так ну вдаль понем все отлично так сейчас я еду тут задержу попытаюсь насколько в этом было возможно то есть ее подержал чуть-чуть даже немножечко оттолкнул назад такс ну ну давайте давайте сейчас оборонять флаг потому что в три флажка мы отстаем от фражеской команды так так то уют еще изида убить 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 изида ох нет 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 все таки все таки не успеваем мы то есть ну да плохо с одной стороны что у меня нет нары вот кроме этих кроме нетрушек потому что они дружки мне вообще это нужны в паркуре то есть я вот их именно там использую так а тем временем смотрите одеваются против меня то есть против моего рикошета парень одел краску защитную такс ну давайте же думать чего у нас тут больше всего у нас тут много зажигалок и и зит ну контраст в общем-то в пушках большой то есть точную краску мы подобрать не можем чтобы она была универсальна смотрите прям прям догоняет прям чё ты думаешь что меня ты убьешь конечно да ты меня подкоцал но убить я тебя убил у ю ю смотрите мы просто в меньшинстве наша команда просто разбежалась до плохо будет конечно выигрывать сейчас тут и скорее всего у нас ничего не выйдет потому что осталось всего лишь четыре минуты и разрыв 6 флажков тем более в меньшинстве думаю да до хорошего не доведут посмотрите тем временем все оделись вот в хвои есть защита от рикошета в тени есть защита от рикошета ну да в общем то противник не дремлет он как бы знает что одеть так о все-таки смотрите я его размотал то есть тину я размотал так вот тут у нас и зитка сзади нам помогает релька наша все равно 81 думаю думаю уже уже все понятно тем более тут молотки есть вот смотрите как эпично перевернули нашу хори рельку за нашу команду так мы пока держимся на втором месте это при всем при этом что мы играем абсолютно без нары вот а титанчик поставил мину он думает на такие новички игроки которые будем бодаться так ну и зитка и зитка вот гоняет конечно плохо она вот угнала и полечила немножечко так сделали мы 7 киллов на 19 слушайте что-то у нас какой-то просто плохой счет но при всем при этом мы на втором месте ну как бы ваша уп это все равно как бы как мне кажется не показатель потому что не важно сколько убили важно какой вклад принесли в команду то есть как как урон нанесли там может флаг даже доставили то есть это тоже играет очень важную роль три минуты до конца боя у нас еще один флаг доставили вражеская команда точнее доставила вот этого у нас счет 110 так ну все равно главное что мы проигрываем не в сухую вот я нарвался на минку сейчас бы можно было бы стебрить флаг да конечно хорошая тактика у вражеской команды они и минят они и нарят и как бы ну контраст в оружии у них очень хороший вот как бы ну победа на их стороне в любом случае то есть даже даже если бы у меня было бы куча нары то исход бы был тут ну просто знаете извести да вот видите стоил мне только появится как тут подлетела нарные хори реля и век ну меня просто размотали да неудачно эта карта так вот у нас опять взяли флажок так там и зитка орудует так сейчас давайте-ка постараемся не нарваться на вражеские минки так тут молоточек ага вон вон смотрите вон много там этих миночек ну да опять флаг доставил хорошего них оборон знаете просто не подобраться ну просто знаете давайте вот все это время мы будем набивать себе килл потому что у меня в ежедневных заданиях появилась то именно по которому надо именно в режиме ктф как бы получать опыт вот так вот поэтому давайте-ка будем будем просто наслаждаться игрой сложно конечно наслаждаться тогда когда тебя нагибает ну все равно ребята не будем унывать то есть это же игра в игре бывает как победа так и поражение то есть в любом случае как бы прошлый летсплей когда мы играли битву мы выиграли и позапрошлый тоже то есть первый мой летсплей так что не всегда же нам выигрывать вот поэтому не расстраиваемся так уже почти минута до конца боя мы уже сместились на третье место ну да да что что то мы не результативно тут играем так титан по-любому поставил минку поэтому мы не будем его сильно бодать вот смотрите-ка не поставил думаю он нас понял то есть что мы не ловимся на на эти финты так давай сейчас зажигалочку немножечко побьем так вот она тут вылезла у меня с рельсы сдд-шки прям сразу снесли вот я вам говорил об этом в прошлом летсплее точнее так во втором да я люблю продегу потому что не люблю когда на мне по мне наносится разовый урон то есть знаете это как в игре контра страйка вам стоит хэдшот то есть вы сразу умираете и даже ничего не понимаете откуда это и как по вам стрельнули вот но это как бы вы вот от грома вы успеете уехать от жиги успеть вот сейчас наша хоре реля встала она она мне пишет это это мой знакомый это мой подписчик оказывается он пишет сашка он прям стоял передо мной я не мог позже гидать шариков рикошета так ну все ребята битва у нас закончилась ну конечно с неудачным исходом для личным для меня вот ну в любом случае как бы это игровой опыт расстраиваться не стоит а с вами был саша джиггернаут если вам понравился лп ставьте лайки вот вступайте в официальную группу танков онлайн вот ну увидимся